Вы же больше играете отрицательные роли. Почему, как вам кажется? Почему вам так доверяют больше? Ну, вы понимаете, дело в том, что... Как вам объяснить? Во-первых, отрицательные роли всегда интереснее играть. А уж при советской власти точно, там всегда было больше свободы, потому что роль отрицательна, и ты мог быть достаточно свободным. Это во-первых. А во-вторых, как вам сказать? Что называть отрицательные роли? Понимаете, мой герой в инспекторе ГАИ – это не отрицательная роль. Это роль человека, который абсолютно точно понял правила, по которым живет страна. Он их принял, мало того, во многом он их еще сам и культивирует. И поэтому это социальный герой. Другой разговор, что, к сожалению, этот социальный герой, к сожалению, отрицателен, потому что, как сказать, его знание телефонного права и возможность этим правом пользоваться, оно пагубно, постыдно, и дальше можно приводить определение этому. Но это так. И это не фантомас, и не вампир с клыками, которые там… Это человек просто, который очень цинично живет для себя, помогает другим кому-то еще, но он не хочет, да и не может жить по закону. Что, в общем-то, доказывает вся наша история и сегодняшняя тоже. Мы не можем жить по закону. Мы не можем жить по закону. Для русского человека закон мертв. Если нет личного отношения к предмету, к конкретному человеку, к ситуации, если нет личного… Вот так вот. Да. Формально, к сожалению, чиновник или таможенник, или министр, не, а не положено. И ты можешь головой об стену биться, так сказать, но сам-то он живет по другим законам. Сам-то он этого не принимает. Он говорит, а да, сейчас, да заходи, подождите. И заходит родной. И все по-другому идет. Понимаете? Поэтому, конечно, это ужасно, но это так. Если об этом не говорить. Поэтому тут в данном случае разговаривают не об отрицательном персонаже. Мало того, он как бы перевоспитывается, в конце концов, да? Что, в общем-то, не очень правда. По большому счету перевоспитаться должен этот Рыжей. Который скажет, ну ладно, все, я понял, давай, чего там. Но есть идеалистическое представление об этом. Мы его дали, режиссер его дал. И будем надеяться, для многих очень работников ГАИ и это картина олицетворения, так сказать, того, как к ним надо относиться. Продолжение следует...